Его взяли на посадке и, соответственно, смогли ему вменить оказание услуг ненадлежащего качества или несоответствующего уровня безопасности. Ребята, не сопротивляйтесь, вас просто заказали. Дословно говорю, заказали. Тут такое слово. Потому что вдруг Петр летал, так сказать, в грязной футболке, от этой футболки мог, вточнить могло пассажира, и это было бы оказанием услуги ненадлежащего качества или комбинезон нестиранный. Я свою футболку не могу забрать или что? Все эти оборудования для парапланов, правильно? Ну это одежда. Это не обязательные вещи, человек может хоть голышом лететь. Сумбинезон одевается на клиентов, уже оборудование в целом. Просто вы усугубляете. А что усугубляете? Я ничего не усугубляю. Я не отдаю свое имущество. У вас нет никаких законных оснований его забирать у меня. Она изъята была следователем. Все сделано так, чтобы любого человека можно было посадить. Такая вот стройка, блин, тут. Прямо в нацпарке. Я надеюсь, вас не посадят в тюрьму за то, что вы, например, куда-нибудь публикуете ссылку на этот ролик. Хотя, знаете, как сейчас модно? Лайк поставил, все. Решетка. Когда менты начинают стрелять в кафе на 134-м километре трассе М4 Дон, я вызываю полицию. Здравствуйте, благоуважаемые любители летных видов спорта. Посмотрите, в каком и потрясающем месте я первый раз беру западную волну. Чума. То есть место просто как по заказу. И погода выстрела тоже как по заказу. И я, часто говоря, не ожидал такой погоды. Наверное, она позволяет мне сделать определенный ролик, который я сомневался снимать или не снимать. И вот этот вылет, вот эта красота, которую я сейчас наблюдаю, в принципе, дает неоднозначный ответ. Я поступаю правильно и ролик я буду снимать. Игорь, к чему такие сложности, спросите вы? Сложностей особых нет. Дело в том, что ролик немножко будет специфический. Он будет называться «Помощь парапланиристам». Ты готов взять ручку? Да, готов. Забирай. Забрала. Ты только склон туда-сюда. Что в этом особенного? Дело в том, что это помощь российским парапланиристам, потому что так получилось. И сначала, когда меня мой хороший друг Петр попросил сделать ролик, я немножечко сомневался. Вы знаете почему? Потому что сильно поссорился с парапланиристами российскими. Случилось это сразу после начала войны. Моя позиция была достаточно однозначна. Дело в том, что я родился в Литве, учился в Харькове. 20 лет я работал в России. Сделал около 40 лебедок. Написал книжку «Мечта летать», по которой как минимум половина парапланиристов училась. И все это, ну не знаю, вместо благодарности, куча народа поливала меня помоями. Не знаю, один бывший бытлячий мент, парапланирист, пытался отжать летную школу. Человек не постеснялся, я его учил летать когда-то. Целый план придумал для того, чтобы отобрать летную школу. Он не знал, что она уже не моя, но не суть. То есть, был человек, у которого мы организовывали полеты, он просто откровенно сказал, «Волков, я сожгу твой гараж, там, а если приедешь, то там пристрелю». Глок у него есть для этого. Я, честно говоря, офигел, сколько можно узнать странного о людях, которым ты верил за какие-то там несколько недель после начала войны. Поэтому, немножко неоднозначно у меня было отношение, я решил, да пошли вы в жопу все, примерно так. И это неправильно, потому что осталось очень много моих друзей. То есть, пошло много человек вот как раз в ту самую жопу, но я не скажу, что все плохие. Такого быть не может. Да, конечно, когда там смотришь, как в Приморье парапланирист организует митинг летный, поддержку СВО, то, конечно, волосы дыбом встают на голове. Но нет, на меня написано, например, было семь доносов. И это отвратительно, я знаю фамилии этих людей. Два парапланириста и еще четыре парапланириста. Противно. Мне противно, я хотел максимально адстрагироваться. Ой, как красиво, а! Ты посмотри, как гонится наша тень, Галла, по подсклону. Фантастика просто. Друзья, но я никогда, никогда не буду человеку делать подлость и гадость. То есть, я никогда не позволю себе написать какой-нибудь донос. Вот напишите, кстати, в комментариях, готовлю ли вы написать донос? Мне даже интересно. Потому что по слухам какое-то огромное количество народу говорит, да, мы там поддерживаем наших всех любой ценой и на человека, который, там, не знаю, имеет другое мнение. Мы не будем спорить, мы не будем уважать его мнение. Мы просто возьмем и напишем донос. Вот для меня это удивительно. Как вообще можно таким заниматься? Неужели там 38-й, 6-й, 7-й год ничему не научил? К чему идет вот это вот доносы и вот эта вся подлость и отсутствие свободы некого реального правового поля? Не знаю. Напишите в комментариях, мне действительно интересно. Вдруг я настолько ошибаюсь в текущей ситуации, что действительно, может быть, доносы писать надо? Может, мне сейчас нужно взять, прийти и написать на дятюшку Клаусу донос за то, что он слетал с лебедки позавчера, а у него нет на это допуска. То есть, действительно, он слетал за машиной на лебедке. Я это отснял, и меня Клаус попросил пока видео не выкладывать, потому что, говорит, у меня допуска нет. Я его не успел поставить и так далее. Вот как поставлю, так выложим. Ай, красавчик. Ай, да Клаус. Эх! По ветру, кстати, идет. На, я так понимаю, что он сейчас хочет еще. Он хочет повторить. Вот я могу сейчас сказать, ага, я такой поборник безопасности. Я буду бороться за то, чтобы наказали. Ой. Видите, это же маразм. А есть люди, которые, вот, как мне сейчас кажется, вот прям принципиально, вот он. Я вот на тебя дотну. Такой есть в Краснодарском крае один. Бураков диод редкостный. Вот реальный вот человек дебил. Я редко кого дебилами называю, но вот по-другому не скажешь. Да, вот прям настрочил донос. Вот сначала у него был с ним незабываемый случай. У меня у дочери на саксофоне была ленточка. Вот саксофон продавался, а там семицветная ленточка была. Волков, ты купил своей дочери саксофон, на нем радужная ленточка. Раз она радужная, значит, ты за вот этих самых. Ну как, друзья, такого человека назвать, кроме как, ну, не идиот, даже, наверное, дебилами назвать, потому что будет плохо по отношению к людям, у которых действительно что-то, проблемы какие-то с возможностями. Позавчера мне написал мой друг Петр. Я подумал, что в конце концов, ну, блин, наверное, нет смысла множить эту ненависть. Я не скажу, что кого-то хочу прощать. Ну, там, люди, которые написали доносы на меня, больше мы никогда с ними не увидимся, никогда не пожму им руку. Но помимо них есть хорошие люди. К счастью, оказались нормальными, адекватными, не зомби. Я их безумно люблю, я по ним очень скучаю, и я с удовольствием буду помогать таким. Вот Петр относится как раз к таким людям. Погода-бомба! Друзья, честно говоря, рядом с таким потрясающим видом не хочется множить зло, которое нас окружает. Так вот, в чем заключается моя помощь? Донести до вас историю о том, как, например, сыночек города Сочи решил построить кафе на вершине горы в заповеднике. Взяли и испортили старт. Такая вот стройка, блин, тут. Прямо в нацпарке. Как ему парапланетисты помешали это сделать? Как он нашел выходы на всякую прокуратуру, ментов и прочую гадость? И устроил показательную порку. То бишь, ребят поймали на посадке, хотя у них было все по уму, там, заявки на полетов, там, все абсолютно официально нормально. Вот, их поймали с пассажирами и вменяют статью «Оказание услуг недрилежащего качества» или там «Небезопасных услуг», я уж не помню, как это называется. Но смысл в том, что есть такая хрень и обычно на нее попадаешь, если ты взял и сотворил какую-то глупость, там, приложил пассажира. Ну, то есть, получил пилот травму и дальше там, конечно, прокуратура по полной программе раскатывает. Можно, наверное, это что-то притянуть, хотя, конечно, там пишут все заявления о том, что я беру на себя все риски, кто-то там берет планира, парапланы в аренду. Ну, понятно, что есть куча способов, но когда, как говорится, что-то случилось, там уже чаще всего... Что такое «Оказание услуг недрилежащего качества» или несоответствующих уровня безопасности, требования безопасности? А вот так. Бам! И мотор встал. Ну, на самом деле, это штатно, потому что мы убирать будем сейчас двигатель наш, фюзеляж. А так, в принципе, мотор могут турбинки ставить на самолете, на котором вы летаете, например. Почему такое может произойти? Ну, потому что, например, есть такая штука, как фильтр топливный. Вещь обычно одноразовая, которую поставили, отработал свой ресурс, там, допустим, 500 часов, и дальше его поменяли, летают на новом. Но, как вы знаете, не всегда можно купить запчасти. И поэтому некоторые авиакомпании, например, с какими-нибудь «Роснано» заключают контракт, и те говорят, мы вам дадим такую специальную жидкость, «Наномойку», которая «Нано» отмоет ваш замечательно фильтр, и он у вас еще отработает, там, 50 часов. Уже не 500, а 50, в 10 раз меньше. Но что делать? Ну, ставят на самолет такой нанофильтр, выключая питание двигателя, закрывая топливный кран, и на нем летят. А дальше почему-то начинают отказывать у самолетов, двигателей, какие-то нюансы начинаются, еще что-нибудь. Там то система гидравлическая какая-нибудь вытечет, то... Ой, много чего. Вот это, так сказать, оказание услуг, несоответствующую общепризнанному в мире нормам безопасности. И вот авиакомпании и те, кто такое разрешает, как раз и нужно штрафовать, там, не знаю, сажать. Вот. А я бы вам рекомендовал выдержаться на самолетах некоторых авиакомпаний летать, потому что это действительно небезопасно. Что же до парапланов, то если инструктор-профессионал, это безопасно. Потому что ни один профессионал не будет использовать какое-нибудь паленое оборудование или еще что-нибудь, чтобы изречь какую-нибудь дополнительную прибыль. То есть это бред, он хочет летать долго и счастливо. И поэтому в свое время мы ввели даже систему... Я разработал там в 97-м, в 98-м году еще систему приемки экзаменов, выдачу квалификаций. Занимался этим много лет. По-моему, тысяча-две человек получили с помощью меня такие карточки красивые векторовские. И с этими карточками летали по всему миру. На самом деле это Филькина грамота, как вы понимаете, потому что должно было заниматься этим государство. Но государству было на это наплевать, и оно, в принципе, даже не знало, как этим заниматься. То есть систему экзаменов у пилотов приемки никто не делал. И мы были вынуждены сделать это сами. Бумажку, которую я нарисовал Филькину грамоту, потом растиражировали, и только ленивый клуб не выдавал такие же. То есть это была некая рабочая система. И только году, наверное, в 2018-м, что ли, наконец-то решили сделать единую, в данном случае в Российской Федерации, единую штуку, под эгидой ВСЛАП. Применив амнистию, то есть там 30 или 40 пилотов должны были получить эту штуку безусловно, типа как организаторы. Но кончилось с тем, что они все равно какие-то экзамены сдавали по воздушному праву, потому что утверждали, так сказать, руководители, деятели из ВСЛАП, что ну как же, пилот летает 20 лет, а он вдруг воздушного права такой важной штуки не знает. Вдруг он полетит и неправильно подаст заявку в зону Гольф. Мы, кстати, сейчас в зоне Гольф, друзья, мы летаем, никакой закрепки не подаем, ни с каким диспетчером связь не держим, мало того, мы взлетели так же. То есть я просто в радиостанцию, у меня, кстати, сертифицированная, не работает штатная радиостанция на плане, и ну я взял переносную, с нее сообщил, что я взлетаю. Сообщил не диспетчеру, а в эфир, потому что вдруг найдется такой же замечательный пилот, который в этот момент будет подходить к электродому и скажет, а я хочу сюда приземлиться. Аэродром нерегулируемый, поэтому мы просто в эфир говорим, что да, я взлетаю, да, я приземляюсь, все. А сейчас я летаю в зоне Гольф, никаких заявок не нужно. Но это в нормальном государстве. А в ненормальном, да, нужно, значит, в зоне Гольф, гонок Гольф по определению зона, где не требуется заявление на полет. Просто не требуется и все. Ну ладно, не будем о грустном. Так вот, сделали в итоге типа лицензия, но она юридически нелегитимна. Потому что, ну вот существуют некие процедуры, вот в данном случае во Франции есть федерация, в данном случае парапланетного спорта, и она регулирует выдачу парапланетных лицензий. Они в принципе не нужны, но страховые компании без наличия такой лицензии не заключают страховку. Соответственно, без страховки ни один здравомыслящий пилот не будет летать, потому что, не дай бог что, не вылечишься. Поэтому вот как это регулируется. Даже не тем, что вот нельзя, можно, но вот, не знаю, друзья мои приезжают сюда летать, летают, никакую лицензию не оформляют. В принципе, так и если ты проездом можно, но если на постоянной основе, например, я захочу работать, сейчас каких-нибудь пассажиров здесь катать, да, мне нужно, мне нужно будет с нуля начинать идти, сначала купол, бегать на земку и так далее, потом проходить все эти ступеньки, да, потом я получу инструктора, сначала инструктора, потом тандем пилота, пролетаю какое-то количество времени там с проверками, и потом смогу уже, да, там, кобельски на определенном уровне катать пассажиров. И вот как это делается. И в этом случае пилот защищен. И ребята, например, у которых сейчас прессуют, сажают и так далее, отбирают имущество, здесь бы они в такую ситуацию никогда в жизнь не попали, потому что у них по местным меркам документы были все в порядке. Так вот, в чем нюанс в том, что здесь инструктора, получается, защищены, а Петр, например, нет, потому что к нему его взяли на посадки и, соответственно, смогли ему вменить оказание услуг ненадлежащего качества или несоответствующего уровня безопасности. Но в том основании, что, например, инспектору, который его поймал, не понравился запах футболки, потому что вдруг Петр летал, так сказать, в грязной футболке, от этой футболки мог, сточнить могло пассажира, и это было бы оказанием услуги ненадлежащего качества. Или комбинезон нестиранный, или там, не знаю, что-то еще. Я свою футболку не могу забрать, или что? Все это оборудование для параплана, правильно? Ну, это одежда. Это необязательные вещи, человек может хоть голышом лететь. Комбинезон одевается на клиентском. Ну, для того, чтобы ему было комфортно, и не более того. Но это же оборудование в целом. То есть у них нет компетенции проверять, например, параплан, они даже не знают, как это делается. Но вы понимаете, да, что все сделано так, чтобы любого человека можно было посадить. То есть в нюанс российских законов в том, что, вы же читали многие законы, они как глубоко и удобно обтекаемые. То есть при большом желании можно трактовать законы формулировки его таким образом, что любой человек может сесть в тюрьму. На этом все и держится. Если вы в тюрьму не хотите, ну, вы, значит, как-то сотрудничаете с властью, с органами или еще что-нибудь законопослушное, лояльное. И тогда, наверное, вас не тронут. И большинство людей это устраивает. Но если вдруг человек, например, как я, принципиально, когда менты начинают стрелять в кафе на 134-м километре трассы М4 Дон, я вызываю полицию. Я добиваюсь лишь того, что я несколько дней своей жизни трачу на то, что езжу в эту полицию, даю всякие объяснения, показания и прочее. В конце концов на меня давят, типа, вы должны сказать, что не видели, кто стрелял. Почему? Ну, потому что это сыночек одного важного мента, его нельзя сажать в тюрьму. А говорю, я не хочу. А вы знаете, что вы летаете на 134-м километре? И если вы это не сделаете, то вашу всю команду... Вы же ладно, вы же литовско-подданный. А ребята ваши останутся без работы. Что вы будете делать? Так работает, так сказать, российская власть, так работают российские органы и самый справедливый суд в мире. Поэтому попробуйте поменять хотя бы тем, что распространить этот ролик как можно шире, чтобы, по крайней мере, вот этому варью, которое захотело поставить кафе на вершине заповедника, просто у них это не получилось сделать. Ну, хотя бы, чтобы не пострадали люди, которые не дали это сделать. Боритесь за свои права, хоть как-то, каким-то образом. Самым, ну, скажем так, примитивным нажать на кнопку или поснуть. Я надеюсь, вас не посадят в тюрьму за то, что вы, например, куда-нибудь публикуете ссылку на этот ролик. Хотя, знаете, как сейчас модно? Лайк поставил, все, решетка. То есть, у ребят, помимо того, что отобрали их личные парапланы, изъяли, то еще отобрали машины. Ну, и дальше там дело, дальше видно, в чем будет. Но в любом случае у людей огромные проблемы. Только потому, что они помешали какому-то сынку мэра гламурному, так сказать, построить гостиницу в том месте, где это бы быть не должно незаконно. Не буду я в этом распространяться много, потому что Петр лучше все это рассказал. Просто попробую дальше выложить его ролик. И попросить, наверное, распространить его, тех, кто в этом заинтересован, тех, кто считает, что это нужно. Потому что все мы в одном небе. И, например, вот это свободное небо. Прекрасное небо Франции, которое мы сейчас наблюдаем, в котором я сейчас слетаю в атмосферной волне. Вот там пик дебюром сформировалась волна, действительно. Ну, может, это чуть-чуть на динамик чем-то похоже, но очень красиво. Так вот, здесь мы можем набирать 5800 метров без заявок, без диспетчеров. Ты понимаете, что все начинается с малого. Внизу вот в этих лесах сейчас охотятся охотники, которые имеют право стрелять оленей. Такое же право, как и король бывший или там еще кто-нибудь. Недавно здесь, когда был ковид, чуть не посадили прокурора, который пообедал в ресторане, закрытом на ковид тайном. Целая разборка была. То есть здесь действительно правовое государство. Ну, насколько это возможно в современном мире. Понятно, что вы сейчас скажете, как это любит один президент говорить, а у вас зато это. Ну, да, может быть где-то здесь чего-то тоже это. Ну, по крайней мере, вот к некой свободе нужно стремиться и к возможности, чтобы законы были, ну, хотя бы почти близко, одинаковые для всех. А не так, что сыночку мэра можно строить в заповеднике домик, говорит, не домик, а кафешечку, а парапланилистам там летать нельзя. Некоторые ругают меня, друзья, за элементы политики на канале. Ну, ведь сегодняшний ролик, когда о том, к чему ведет вот эта позиция, не все так однозначно, мы не против, мы не за и так далее. Наш ведет вот именно к тому самому, к правовому беспределу, в котором оказываются люди, которые вроде как честно летают, нормально все делают, и потом бац, их практически сажают в фильму. Ну, многие, наверное, скажут, почему ты сам ничего не делаешь? Ну, друзья, я достаточно много всего сделал, и в том же, есть у меня ролик на канале, как за мной в гараж ВСБ недавно приходило. Я боролся с этой властью как мог, жизнь на плаху класть не хочу. Я думаю, что этим каналом мы показываем нормальную жизнь здесь, в Европе. Я делаю намного больше, и я помог уехать достаточно большому количеству людей, и счастлив за то, что многие из них адаптировались и живут уже достаточно счастливо. Почему меня все это так беспокоит? Ну, я, например, хочу, чтобы мой сын Максим мог приехать к своей бабушке в Москву, например. А сейчас это не я сделать не могу, не моя жена, просто потому что семь доносов. И первое дело, что ждет меня в Российской Федерации, это я не хочу. Поэтому я жду Лебединого озера или каких-то более позитивных, еще более позитивных перемен. Видно будет. А сейчас смотрите ролик и попробуйте помочь Петру и сами себе. Именно вы можете сделать из своей страны нормальную страну, в которой за слово «война» не сажают в тюрьму, в которой не устраивают вот этот цирк, который сейчас везде происходит, и по которому, как все приличные люди, иногенты. То есть, как не посмотришь на кумиров молодости и еще кого-нибудь, то вот все, иногент недавно смотрел с Макаревичем на прямой эфир. Ну, настолько приятно было. И мне всегда приятно, когда ты не разочаровываешься в людях. Я стараюсь умножить позитив и как раз воспитывать, наверное, в людях чувство вот этой свободы, что вы можете быть свободны, вам не обязательно считать, что за вас решит что-то какой-то дядя, что вам, за вас что-то сделают какие-то люди. То есть, вы сами творцы своей судьбы, и понятно, что тяжело, когда нету возможности человеку одному что-то поменять. А если он хочет действительно что-то поменять, он довольно часто садится в тюрьму. Но, увы, если бы начать процесс перемен несколько раньше и не доводить до того, что один президент будет править так, что некоторые выросли уже люди, которые, не знаю, вечно, их всю жизнь правит один президент. Ну, это же маразм, согласитесь. И тем более сейчас рассуждение людей, вот к чему это все. К тому, что вот правовое государство, которое получилось, что сынки мэров, так сказать, спокойненько могут укатать человека, если им это нужно. Что человеку укатать можно вообще по куче поводов. Там, написал что-нибудь, там, я против войны, и, пожалуйста, в тюрьму. Или вы инагенты. В принципе, небольшая разница, потому что стал инагентом через некоторое время в тюрьму. Я вот, кстати, мечтаю, чтобы меня инагентом признали. Вот это будет, как это называется, большая честь. Потому что ты в этом случае автоматически попадаешь в компанию у хороших людей. Вот посмотрите список инагентов, и вот все приличные люди. Почему так? Я не знаю. Вот так получилось. Друзья, тем, в ком я не разочаровался, огромный-огромный привет. Остальным задумайтесь. И подлецам, которые писали доносы и пытались ворвать школу, Карм вас догонит. До новых встреч, глубоковажаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Эй! Итак, добрый вечер. Сегодня у нас 21 октября 2023 года. Я записываю это видео, поскольку считаю, что оно может быть полезным для большого круга людей, кто летает на парапланах, и не только на парапланах в России. Пока еще в России. Вот. Случилось событие, о котором нельзя молчать. И я обязан и считаю нужным придать его огласке. Но обо всем по порядку. Итак, кто я? Я Петр. Меня зовут Петр. Я пилот-инструктор. Летаю на параплане уже более 10 лет. Занимаюсь тандемными полетами. Примерно столько же. Вот. Проживаю в городе Сочи. Что еще можно сказать? В принципе, как человек, который давно с детства любил небо и мечтал летать, я вот через параплан осуществил свою мечту. Но, однако, мечту эту скоро, мне кажется, уже отберут окончательно. Что у нас произошло? 19 октября этого года, буквально два дня назад, случилось событие. Ну, как событие? Это, наверное, даже не событие. Это театр абсурда, правовой беспредел. Можно назвать как угодно. Суть и это не меняет. Но обо всем по порядку. 19 октября я и мой друг, и напарник, и коллега, пилот-инструктор Марк, совместно с нашими пассажирами поехали в Сочи на гору Пикет. Кто не знает, да, есть такая замечательная гора Пикет. Старт 620 метров в центральном районе города Сочи. Этот старт еще в 60-70-е годы был сделан советскими дельтапланеристами, но это отношения к делу не имеет. Отличная погода. Мы прекрасно поднялись на гору, выполнили полет. Полет выполняли легально, согласно заявке, поданной Ростовской зональной центру полярного и воздушного движения, согласованной. Работали и проинформировали диспетчера. На приземлении, на посадке к нас окружили сотрудники полиции, следственного комитета, сотрудники прокуратуры, различные опера. И, в общем-то, более 10 человек точно. Вот. Даже сложно перечислить тех, кто был. Они не представлялись, но из всех имеющихся там на тот момент лиц, лишь один из них предъявил документы, все остальные отказались. И дальше начался цирк, маскарад. И я даже не знаю, что. У нас изъяли парапланы. Ясно. Производство производится с участием граждан. Это ваше решение? Кому-то забашляли. Ну, явно не этим здесь присутствует. Ну, явно, да, не этим. Это точно. А что? Я ничего не делаю. Вы у меня изымаете мои личные вещи. У вас есть решение суда об изъятии моего имущества? Или вообще какая-то бумага у вас есть? А я еще такой, типа, лечу, думаю, плюса, думаю, сейчас выкручу, короче, вылечу куда-нибудь. Это уже низко было. Я бы выкрутил, там хороший плюс был. Возят наши парапланы. Изъяли без всякого на то... Ну, я не знаю, была у них какая-то санкция, не была, но никаких бумаг, никаких оснований для изъятия нам не предъявили. Изъяли в присутствии двух понятых. Нас, естественно, как бы опросили, но непосредственно к нам, как к пилотам, у них претензий никаких не были. Они изъяли наше личное имущество. Вот. Пассажиров наших опустили, то есть к ним вопросов тоже никаких не возникло. Но таким вот рейдерским захватом имущество наше изъяли. Это так это все начиналось. Но на этом все не закончилось. Поскольку сами сотрудники, которые там были в гражданском опера, вели себя дерзко, нагло провоцировали, угрожали за камерой. Производить фото-видеосъемку по мере возможности не давали. Мы, конечно, это делали, но не всегда это получалось. Вот. А угрозы и все остальное на камеру не попадали. К сожалению. Вот. В общем, задерживали, как будто задерживали двух каких-то крупных криминальных авторитетов, которые занимаются, не знаю, контрабандой оружия или каким-то еще особо тяжким организованным бандитизмом и так далее. А задержали, причем нас не задержали. Вот. Нас не задержали, нас просто опросили и все. Вот. Изъяли наши парапланы. Мы, в общем-то, немножко обалдели от такого права беспредела, потому что такое впервые поехали в прокуратуру центрального района. Выяснилось, что прокуратура центрального района, она никаким образом ни в курсе не санкционировала данные действия. И всем этим занимается транспортная прокуратура по указке помощника транспортного прокурора. Вот. И возвращаясь на место, мы обнаружили, что заблокированы наши, не просто, что заблокированы наши автомобили, что данные сотрудники не угомонились, они просто заблокировали автомобили и не давали на своем личном транспорте уехать. весь цирк маскарад он продолжался с 12 часов 40 минут примерно до там глубокой ночи до 10 вечера то есть нам не давали уехать не давали забрать наши автомобили по итогу наши автомобили эвакуировали один из находящихся сотрудников такой приватном разговоре объяснил что ребята не сопротивляйтесь вас просто заказали дословно говорю заказали тут такое слово я не знаю что значит заказали мы там пицца доставка или что что он имел ввиду но вот такое слово было произнесено мужчина а скажите пожалуйста вы на каком основании забираете автомобиль в свою машину сел я сделал свою машину вы имеете на это право законно у вас есть решение суда да да буду сидеть внутри машины и документы какие-то предоставили потому что не было ну а это проблема исследовать а у меня хоть что-то дал он обязан был мне предоставить протокол изъятия он его дал он дал и вызывайте следователя сюда прямо сейчас просто вы усугубляете а что услугу я ничего не усугубляю я не отдаю свое имущество у вас нет никаких законных оснований его забирать у меня она изъята была следователем на каком основании ну а вы 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 вот вам скажут выполнять подождите 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 вот вы сотрудник полиции ну хорошо можете не разговаривать я не да пожалуйста я посижу здесь а дальше дальше эвакуаторы утащили наши автомобили мы остались без машин без имущества без там денег без снаряжения но и вынуждены были там уже на такси ей как-то добираться по домам вот такое событие произошло а вот теперь хорошо бы рассказать предпосылках из чего все началось то есть данная история есть предыстория я началась она 2 за два года до этого стоя горы которой мы летаем на той горе на которой мы летаем одними очень нехорошими людьми с со связями и с деньгами у них на возник с нами конфликт интересов они захотели на парапланетном старте построить ресторан ресторан с видом на город на звезды не знаю на все остальное и им для этого понадобилось изъять парапланетный старт взяли испортили старт такая вот стройка прямо в нацпарке один из этих деятелей там предприниматель а 2 2 сын зам мэра я могу назвать его фамилию фамилия полмарчук вот и используя папины ресурсы папины связи они умудрились особо охраняемую природную территорию составе нацпарка взять в аренду хотя и никому в аренду никак по закону не давали ну им дали ну ладно взятие в аренду это не означает строительство на особо охраняемой природной территории но тем не менее начали стройку незаконную стройку и их надо бы просто в особо охраняемой природной территории но они начали стройку в зоне пролегания магистрального газопровода высокого давления и в охранной зоне, подчеркну, охранной зоне. И, собственно говоря, это было большей их ошибкой и какой-то помощью нам, которая продлила полет еще на несколько лет. Ну, конечно, мы это дело все быстро спалили, написали кучу жалоб в природоохранную прокуратуру, на остальные инстанции. Прокуратура реагировала очень вяло, ничего не делала, но нам помог Майкоп Межрегионгаз. Это организация, которая эксплуатировала данную ветку газопровода высокого давления Майкоп Джубга-Сочи. Вот, достояние народа, Газпром. Приехали инспектора, приехали юристы, быстренько остановили строительство, выписали предписания и даже оштрафовали данных деятелей. Но, тем не менее, они успели накрутить свайное поле, срыли часть старта, старт стал ниже, срыли гору, изрядно наговняли, нам очень долго прихожилось потом за этим всем делом убирать, разгребать и так далее. Но, тем не менее, все пилоты в Сочи так или иначе поучаствовали, молодцы. И старту удалось отстоять на два года. Но ребята не угомонились, они стали мстить. Писали на нас жалобы, писали на нас заявления, причем писали ложные доносы, что вот я лично, я два года назад у них украл тонну 700 цемента. Ко мне с таким заявлением приезжал участковый. Вот, что, конечно, является клеветой. Никакого цемента у них я не крал. Зачем мне цемент? Вот, но суть не в этом. Вот, а теперь они нашли просто связи, они понимали, что все попытки реализовать их бизнес-проект провалились. И они нашли связи, связи в прокуратуре. Вот, и путем вот этих вот связей они умудрились возбудить против нас дело по 238-й статье. Кто не знает, это предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Если раньше в России считалось, что по 238-й статье можно привлечь людей только в случае наступления каких-либо негативных последствий. Ну, допустим, у нас получили бы повреждения пассажиры. Окей, мы виноваты, мы плохие пилоты, не обеспечили безопасность полетов. Но мы летаем 10 лет и летаем, слава богу, безопасно. Вот, чего я всем желаю. Но нет. Писали в ОБЭП, ну, в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, что там не платим налоги и так далее. То есть было очень много обращений со стороны вот этих вот плохих людей. От всего этого удавалось отбиться. Но они нашли человека в прокуратуре, который, я не знаю, выступил на их стороне и вот возбудился и возбудил дело по 238-й статье против нас. И в рамках этого дела, как выяснилось, у нас изъяли имущество, личные вещи, мне изъяли грязную парапланерную футболку, мне изъяли там, я не знаю, жалко, трусы не изъяли, изъяли футболку парапланерную, в которой я летал. Представляете? Я свою футболку не могу забрать или что? Все эти оборудования для парапланерных, правильно? Вот, это одежда. Это необязательные вещи, человек может хоть голышом лететь. Сумбинезон одевается на клиентскую оборудование в целом. И на данный момент арестовано имущество там на сумму, лично у меня больше, чем 2 миллиона рублей. Удивительно, что не нагрянули домой и не позабирали из дома все, что им нравится. Это прям очень удивительно, потому что, судя по тому, что происходит в России, и, наверное, могли бы. На данный момент, на данный момент, да, нам не предоставлена ни одна бумага, мы не ознакомлены ни с одним процессуальным документом, ни с протоколами, ни с заявлениями, вот вообще просто ни с чем, просто у нас изъяты вещи. Все, что нам удалось выяснить, мы выяснили уже непосредственно у следователя в линейном отделении УВД на транспорте. И, в принципе, вот вся информация, которая сейчас есть. Так к чему я это? А я это к тому, что теперь в России возник опасный прецедент. Теперь прокуратура может и хочет, и, вероятно, будет возбуждать уголовные дела на любого тандем-пилота, осуществляющий тандемные полеты на параплане, если посчитать, что его действия угрожают жизни и здоровью других третьих граждан. Как угрожают, почему угрожают, не соответствуют требованиям безопасности. Вот это формулировка и не более того. То есть вы теперь не можете летать законно в рамках нашего правого поля и катать пассажиров. Вот что нам было сказано. Ну, в общем-то, в принципе, вот она вся предыстория. О дальнейшей информации постараюсь... О дальнейшем развитии событий, ситуации я обязательно, конечно, сообщу. Наш адвокат... Мы встречались с адвокатом, обсудили ситуацию. Он очень удивился. Он говорит, что за более чем 25 лет его практики это очень странный случай. Все говорят, что это очень странный заказной случай. Но и на этом, в принципе, все. Вот. И адвокат нам посоветовал придать этот случай максимальной глазки, потому что в прокуратуре явно есть аффилированные лица, которые извлекают выгоду из этой ситуации. Вот. Какую выгоду, мы не знаем, конечно, но у нас есть об этом сведения. Это четко понятно. Это очевидно, это понятно. Ну, и как и многое другое в России. То есть, пожалуй, наверное, на этом все пока. И я, да, попросил своего хорошего, знакомого, человека, такого влюбленного в небо, как и, наверное, большинство из тех, кто летает на параплане, Игоря Волкова, помочь распространить это видео, потому что, к сожалению, оно может коснуться очень большого количества пилотов, кто летает на параплане в России до сих пор. Всем добра, всем безопасных полетов и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин